Кто знает хотя бы один стих из Пагвадгиты, кроме жена, еще кто-то знает на память? Скажете? Если хочешь узнать истинно, будьте себе духовного учителя, упрошаю вас смиренно, ибо они запомнят вам ваше просим. Кто хочет узнать истину, должен обратиться к истине. Это предложено, Иш? Да. Слабудараги! Слабудараги! Прошаю вас смиренно, служи ему. И там используется слово Таттва Даршина. То есть тот, кто уже узрел истину, узрел Господа, он может дать его другому. Таттва Дарша, тот, кто получил Даршину истины. Кто еще помнит стихи из Пагвадгиты? Стас. Бактастас. Таттва Даршина, Таттва Даршина, Таттва Даршина, Таттва Даршина, Таттва Даршина. В этот век вражды лицемерие. Нужно враждовать или что нужно делать? Я так могу своими словами, что только есть один путь. Какой? Это повторение святых имен. О, правильно. Нет нового пути, нет нового пути просто. Оставление слов не помню так точно. Что означает, почему три раза говорится «нет» и «нового пути»? Чтобы мы поняли до конца смысл этого. Есть комментарии, там говорится, что карма, дьяна и йога не работают в Виаккале. То есть карма-йога, дьяна-йога, аштанга-йога непрактичны в Виаккале. И только бхакти может привести к правильному результату. Это не из Бхагавадгиты стих, это из Брихат на Радия Прана. Ну, хорошо. Из Бхагавадгиты кто-то еще помнится? Любой стих, да? Да, любая стих. А без санскрита можно? Если вы хотите узнать истинного учителя, духовного учителя и Бога Мудрю Азарова. А говорим, да? Четыре-две-четыре. Еще один знаете? Нет. Не помню. Просто все и передайте мне эту последнюю. И что тогда будет? И тогда, да, Кришна говорит, Машуча. Не бойся ничего, я тебя защищу. Не то, что предался и потом будешь дать, будешь получать. Предложи мне с любовью листок, цветок и возник. И дальше? И что тогда будет? Прямую это. Прямую это. Прямую это. Ага, перевод. Прямую это. Тоже приблизительный вопрос о том, что в нашей вершине нужно вредкам делать повышение людей, жертвоприношения. Самое лучшее жертвоприношение это? Харинаму Санакиртанаму. Кто еще знает стихи из Пагалатиты? Первый из тех кто-нибудь знает. Да, да. Дритароша спросил. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, совравшись на поле Игоря Куршевшина? Почему он спрашивает, что они сделали? Ясно же, они на поле битвы стоят друг с другом, с оружием. Почему он спрашивает? Да потому, что он понимал, что сыновья Панду побеют. Почему? Потому что они были благочестимы от рождения. Но сыновьи, он дает ему, что они как бы... Тем более, это место считается местом полу-богов. Правда же, да? И он знал, что это место поможет именно Сария Панду. Он боялся, да. Что святое место подействует на его сыновей, и они не захотят сражаться. Боялся. Еще один стих, я не до конца, правда, не помню, но... И там, что-то нанизан на нить, как жемчужины... Кто нанизан? Истины. Нет? И выше меня, чем я. И дальше вот. Все покоится на мне, подобно жемчужинам нанизан на нити. Да? Сутре мани гана ива. Сутра значит нить. Да. Сутре мани гана ива. Как жемчужина нанизана на нить, так и все мироздание покоится на мне. То есть, все, что мы видим, это все покоится на Кришне. Но так же, как нить не видно, да, когда на нее что-то нанизано, и сама нить не видно. Кажется, вот, нету никакой нити, да, так и здесь, кажется. Вот, все само по себе стоит, да. На самом деле, без энергии Кришны, оно все бы уже куда-то провалилось бы. Оно бы так вот не стояло здесь. Еще кто помнит стих какой-нибудь? Из Бабрадгиты. Можно еще? Ага. 5.29. Человек полностью осознавший, что я единственный наслаждающийся, что я... Верховный Повелитель. Верховный Повелитель. Верховный Повелитель всех плодов... Планет. Там пропустили аскезы подвижничества. То, что я Верховный Повелитель всех планет и полубогов. Что я друг и благодетель всех живых существ. Лучший друг. Лучший друг. Лучший друг. Лучший друг, благодетель живых существ. Получает умиротворение. Шанти. Да. Шанти, да. Шанти, да. Шанти, значит... Полное умиротворение. Тот, кто осознал, что я Верховный Повелитель всех планет и полубогов. Я тот, кто наслаждаюсь всеми аскезами, жертвоприношениями. И, что я лучший друг всех живых существ. Обретает умиротворение. Шлаклупана пишет, что это формула мира. Если кто-то хочет достичь умиротворения, необходимо осознать всего три вещи. Что есть Верховный Повелитель, который всем управляет. То есть, травинка не шелохнется без воли Господа. Несколько лет назад один знаменитый иудейский священник написал книгу «Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи». У него был сын, и он тяжело заболел. И он несколько лет молился, 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 и сын умер. И вот он написал такую книгу, чтобы объяснить, почему же его сын умер. «Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи». Ну, так кажется, по крайней мере. Он сделал вывод, что Бог очень милостивый, но не всемогущий. То есть, он создал этот материальный мир и теперь не знает, что с ним делать. Правильный вывод? Нет. Какой правильный вывод? Для того, чтобы сделать правильный вывод, нужно знать законы кармы. Что это живое существо, оно уже не первую жизнь живет, да? Оно пожинает плоды своего труда. А Господь, Он в материальном мире не проявляет Себя как Личность, Он действует как Свердуша. Он просто наблюдает Антарьями, да? Упадрашта. Бхагаваддите его называют Упадрашта и Ануманта. Я точно не помню, какое из этих двух слов что обозначает, но два значения. То есть, одно – это значит свидетель, то есть, он наблюдает. А второе – значит, дает санкцию на то, чтобы произошло какое-то событие. То есть, если по карме нам что-то мы можем получить, он нам это дает. Если не можем, значит, не дает, да? То есть, кто-то хочет Майсадес, а по карме у него Запорожец, да? Кришна, Он – беспестрастный свидетель. Заработал только на Запорожец. Получишь Запорожец. То есть, Он не проявляет какого-то пристрастия. Он говорит, «Само гам сарва бутэ шу. На медвежья стена плия. Я баджанти туман бахтия маэта шуча плигам». Он говорит, «Я ко всем беспристрастным». То есть, Свердуша, она не проявляет никакого пристрастия, не проявляет качество личности. Потому что личность, она обычно к кому-то хорошо относится, к кому-то плохо, да? Свердуша – она нейтральный свидетель, она в сердце находится. Наблюдает, смотрит, что мы делаем. Ей, скорее всего, многие вещи не нравятся, да, из того, что мы делаем. Но она беспристрастная. Сам Маган ко всем одинаково относится. Делаешь глупости, но она фиксирует. Получишь в будущем плоды этих своих глупостей. И дает разрешение. То есть, по карме нам что-то положено. Мы приложили усилие. Она выдает нам результат. Нам кажется, «О, это я заработал». Падраж там. Свидетель. Тот, кто дает санкции. Поэтому Господь, Он беспристрастен. Он очень милостив и Он всемогущ. То есть, не так, что Он не мог спасти Его Сына. Просто по карме Он должен был оставить тело. И Он получил то, что Он заработал. Поскольку большинство религиозных людей ничего не знает о законах кармы, поэтому они обвиняют Бога. Они говорят, почему Бог такое допускает? Почему такое в мире творится? Это наша карма. То есть, мы наделали множество глупостей и хотим, чтобы у нас все было хорошо. Нет. За каждое действие будут последствия. И все это выливаются в войны, стихильные бедствия, землетрясения и так далее. То есть, самые разные вещи происходят. Кажется, почему? Почему здесь? Почему вот так? Законы кармы невозможно изменить. То есть, это вечный закон, установленный самим Господом. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому Господь, Он очень милостивый. Он позволяет нам очиститься, если мы этого хотим. И позволяет нам деградировать, если мы этого хотим. То есть, Он никого не заставляет. Он дает знания. То есть, Он дает Бхагавангита. Уже за нами решение, воспользуемся мы этим знанием или нет. Мы должны принять решение, чего мы хотим. Мы хотим очиститься. Хотим, чтобы проявилась любовь к Богу или мы хотим деградироваться. И своими поступками мы подтверждаем, чего мы хотим. Не так, что я хочу очиститься, а делаю одни глупости. То есть, поступками мы показываем, чего мы хотим. То есть, это не на словах, что я вот этого хочу. А делаем все наоборот. И важно изучать стихи из Бхагавангиты, чтобы знать, как в какой-то сложной ситуации правильно поступить. Мы уже будем многие вещи знать. Как можно изучать стихи? Кто знает, как можно изучать стихи? Кто-нибудь когда-нибудь учил какие-нибудь стихи? Ну, конечно. Учили, да? Три раза почитать. Да, то есть, повторять нужно. Повторять. Если вы что-то хотите запомнить, нужно повторять. Очень простой способ. Какой-то стих вас вдохновил, понравился. Берете бумажку, выписываете и куда-нибудь в карман кладете. Появилась свободная минута. Вместо того, чтобы какой-то ерундой заниматься, можно достать, прочитать, повторить. Обратно положили. Опять появилась свободная минута. Опять достали, повторили. Можно также эти стихи наклеивать в том месте, где вы много времени проводите. Например, если вы много на кухне, можно на стенке вывесить те стихи, которые вы хотите запомнить. И готовите. Можно в это время повторять эти стихи. Или, например, вы много за рулем ездите. Можно тоже на руль наклеить стих. На светофоре остановились, все равно нечем заняться, пока стоите на светофоре. Вытавляем, можно стих повторять. Можно даже заказать обои. Вот мы сейчас у вас дома, да? И там все обои с какими-то надписями красивыми, да? Можно вместо этого заказать обои с стихами из Бхагавадгиты. Вот. И у вас уже, то есть вы дома, там свободная минута появилась, все, голову подняли, выучили стих. Или если кто-то, например, перед зеркалом много времени проводит, можно вывешивать там стихи, постепенно так заклеивать. Оставить место, чтобы можно было тело поставить. Недавно я был в Нижнем Нограде, и там ваши мебрамачариев, они в душе всю стену обклеили стихами. Видимо, там много времени проводят. Вся стена заклеена стихами, вот они их заучивают. То есть можно запоминать полезные вещи. Это может в трудную минуту очень сильно выручить. Потому что то, о чем мы думаем, оно в сложную минуту всплывает в голове. Один преданный как-то тонул в ганге. Но его спасли, и он потом сказал, да, говорит, когда уже вот наступило состояние, вот-вот должен тело оставить, говорит, вспомнил рекламу стирального порошка, говорит. То, о чем мы думаем, оно может всплыть в самый неподходящий момент. И точно так же, если мы заучиваем стихи из Бхагавад-гид и повторяем, в сложный момент это может всплыть, и мы можем вернуться в духовный мир. Очень-очень полезно учить стихи. Но для этого нужно какие-то усилия приложить. Не так, что я хочу учить стихи, но не учу. Ничего для этого не делаю. То есть нужно хотя бы для начала записать этот стих, положить в карман, повторять несколько раз в день. Заметьте, что через какое-то время вы его уже запомнили. Тогда можно взять еще второй стих. Уже два стиха повторять. Через какое-то время вы тоже их запомните. Потом третий стих. И можете даже какой-то обед взять, например. Один стих в месяц, например. Сложно выучить один стих в месяц? Не сложно. За год вы уже будете знать двенадцать стихов. Потому что сейчас вот никто полностью не сможет даже одного стиха процитировать. А можно за год уже двенадцать стихов выучить. За пять лет это уже будет шестьдесят стихов. И будет о чем думать, то есть вспоминать о Кришне. Если вас что-то спросят, вы сразу вспомните, вот такой стих есть. Можно... Если вы будете цитировать стих, то это очень большую силу имеет, когда мы священное писание цитируем. Это не то же самое, когда мы сами что-то вспоминаем. Ну вот кажется вот так или вот так. Можно будет сразу стих процитировать. Да, да. Это большую силу будет иметь. Шва Прабхупада он всегда цитировал стихи. Кто-нибудь слушает лекции Шва Прабхупада? Да. Кто? Слушает. Как часто? Каждый день? Очень другая. Раз в неделю. Учеников Прабхупады чаще всего. Очень благоприятно слушать Шва Прабхупада. С русским переводом где-то около тысячи лекций есть. Если по одной лекции в день слушать, то можно за три года все прослушать. Вы даже не представляете себе, какое у вас будет состояние, если вы послушаете все лекции Шва Прабхупада. Шва Прабхупада он обладает очень особыми полномочиями, особыми полномочиями менять сердца людей. То есть до него, когда он приехал в Америку, было уже около сотни переводов Бхагавадгиты на английский язык, но ни одного преданного не было. Как только появился вот этот перевод с комментариями Шва Прабхупады, один за другим начали появляться преданные. То есть слова Шва Прабхупада, они обладают очень большим могуществом. Он получил особую полномочия Кришны распространить сознание Кришны повсюду. Поэтому очень благоприятно слушать его лекции, банджаны, киртаны, беседы. Все это переведено на русский язык. Можно слушать. Ну и полезно слушать сам голос Шва Прабхупада без перевода. У Шва Прабхупада были удивительные полномочия. 17 сентября 1965 года корабль Джаладута, он вошел в порт Бостона. И там был маленький пограничный корабль, который встречал иностранные корабли. И дежурный офицер, он подымал, точнее не подымал, а опускал американский флаг. То есть там он приветствовал иностранный корабль и опускал американский флаг. Так заведено приветствовать иностранные корабли. И этот пограничник, он увидел Шва Прабхупада. Он спускал флаг и смотрит. Какой-то удивительный человек стоит на корабле, такой в странных одеждах, такой сияющий. И он помахал рукой Шве Прабхупада. Шве Прабхупада тоже его увидел, тоже ему рукой помахал. И через три года он уже был Вашим Абрамачарием. А еще через два года уже был Саньяси. Мы можем много махать рукой кому-то, но не становятся преддами. И не только махаем рукой, но и руками, и ногами, и рассказываем, и убеждаем. Человек говорит, вы меня не убедили. Шва Прабхупада просто рукой помахал. Уже через пару лет был Вашим Абрамачарием. Другая история. В Германии присоединился один спортсмен, такой сильный был спортсмен, боксер. Но вот силы воли у него не хватало, чтобы следовать принципам, джабу повторять. И преданные думали, никогда он таким полностью преданным не станет. Как-то ничего у него не получалось. Он ходил, ходил, просатывал, но ничего не получалось. И в это время Шве Прабхупада он приехал в соседнюю страну, во Францию. И все преданные загружались в машину, чтобы поехать на встречу с Шве Прабхупадой. И в это время он заходит в храм, и они ему говорят, запрыгивай. Шве Прабхупада приехал, поехали с нами. Он так немножко замялся, потому что он не планировал ехать в другую страну. Ну, преданные его уговаривали, он запрыгнул, поехал вместе с преданными. Послушал лекции Шве Прабхупады. И наступил день отъезда Шве Прабхупады. Все подошли к машине, окружили машину. Шве Прабхупада должен был выезжать. И этот парень, он оказался прямо у окна, возле которого сидел Шве Прабхупады. И поскольку было 500 человек, которые тоже хотели оказаться у окна, вот, то его прижали прямо лицом к стеклу. И когда они вернулись в Германию, он начал повторять 16 кругов и следовать всем принципам. Все преданные были в шоке, они думали, он никогда не начнет всему следовать. И они спросили его, а что случилось? Он говорит, и этот преданный сказал, он на меня посмотрел. Он был лицом прямо, лицом Шве Прабхупада, и Шве Прабхупада кто-то посмотрел. И он начал повторять 16 кругов. Мы можем долго на кого-то смотреть, но он что-то не начинает повторять 16 кругов. То есть очень особая полномочия у Шве Прабхупада. И его слова, они огромным могуществом обладают. Кришна дал ему это особое, Шакти, менять сердца людей. Поэтому если будете регулярно слушать лекции Шве Прабхупады, то почувствуете очень серьезные изменения в своем сердце. Слова обладают огромным могуществом. Так что, если вы будете слушать лекции Шве Прабхупады, вы обратите на одну особенность лекций Шве Прабхупада. Какая у них особенность? Сколько стихов он за одну лекцию цитирует? Сколько стихов он за одну лекцию цитирует? Четыре, четыре, шесть. Двадцать, сорок иногда за одну лекцию. Цитирует. То есть у него лекция состоит в основном из стихов. Потому что он знает, какой стих, где нужно применить. А если мы еще и сами не знаем стихов, то как мы будем применять это на практике, это знание? Поэтому очень благоприятно. Заучивать потихоньку стихии. У кого хорошая память, можно вместе с санскритом. Санскрит он особой очищающей силой обладает. Духовный язык. На нем разговаривают в духовном мире. Поэтому очень благоприятно заучивать санскрит, перевод, комментарий. То есть если что-то нас вдохновляет, нужно это запомнить. И делиться этим с другими. То есть если вы будете рассказывать другим, то еще лучше запомнить. Вместо того, чтобы рассказывать какие-то новости, которые никому пользы не принесут. Где сколько что стоит, где кого там ранили, убили, там, или еще что-то сделают. Из этого можно сказать, я вот стих выучил, из бога где-то послушаю. Делиться стихами. Меня вот вдохновил, скажем, вот этот стих меня вдохновил. Может тебе тоже поможет. Такое очень вдохновляющее занятие. Учить по галангиту. Ну и потом повторять нужно эти стихи, потому что даже если выучил, они потом забываются. Например, у нас с вашими вот есть несколько предных, которые все стихи, все 700 стихов, наверное, на память. Но они каждый день повторяют как минимум одну главу. Повторяют санскрит, перевод. Потому что если не повторяешь, потом забываешь. Поэтому каждый день они хотя бы одну главу повторяют. И вот они все 700 стихов знают на память. частично комментарий знаю тоже то есть где в каком комментарии о чем говорится и это у них не сразу появилась то есть не то что они такие родились не тоже ни одного стиха не знали когда пришли вашим постепенно выучили память она как мышца она тренируется то есть хотите чтобы у вас была хорошая память нужно ее тренировать хотите чтобы была слабая память нужно ничего не запоминать она у вас всегда будет слабая то есть что-то вдохновило запомните и поделитесь с другими и тогда надолго с вами останется будет чем делиться сейчас мы в основном нас попросить что-то о кришне рассказать мы можем 10 20 минут что-то говорить потом что-то заканчивается если мы будем запоминать это очень легко будет рассказывать делиться с другими ну и применять на практике то есть уже что-то запомнил кажется хорошая вещь попробовать на практике принять мы можем прочитать комментарии дальше восьмая глава достижения обители всевышнего текст восьмой куча очистить с матерей шукали шума вам усмаю дича майор питома ногу дерьма мулащица сам же поэтому аржуна всегда думай обо мне в образе кришны и в то же время сражайся исполняя свой долг посвящая мне все свои действия держа ум и разум сосредоточенными на мне ты непременно достигнешь моей обители комментарий что это упали наставление которое кришна дает аржуне в этом стихе имеет большое значение для всех людей занятых мирскими делами здесь есть люди которые заняты мирскими делами один человек имеет большое значение для всех людей занятых мирскими делами господь не говорит что надо во что бы то ни стало отказаться от своих занятий и обязанностей человек может продолжать выполнять их и в то же время он должен думать о кришне повторяя это поможет ему очистить очиститься от материальной скверны и сосредоточить на кришне свой ум и разум тот кто повторяет имена кришны непременно достигнет его высшей планеты кришна локи так что очень опасно повторять подумайте хорошо а то вдруг вы не собирались на высшую планету духовного мира еще раз текст тасмад сарвешу калешу мая нос мая врача маяр питана маном дхир ма пивающаяся сам шайга поэтому аржуна всегда думай обо мне в образе кришны то же время сражайся исполняя свой долг посвящаем не все свои действия держа ум и разум сосредоточенными на мне ты непременно достигнешь моей обители описывается секрет деятельности нужно действовать и при этом что еще нужно помнить о кришне помнить что мы делаем это для кришны и для себя то есть научиться действовать для удовлетворения господа и господь не скрывает до чего что ему доставляет удовольствие патрам пушпам пхалам таям йо мея бхактия праэчхати тадагам бхактю пагритам ашнами праэтнат мана ашнами значит йо м что он есть с любовью то что предложено с любовью он перечисляет что ему можно предлагать с любовью что можно предлагать патрам пушпам пхалам цветок плод воду но нужно предлагать с любовью есть а они так что ну кто хороший фрук кто-то его сам съем так и от начал гнив на вот кришну надо тебя и из вас куда можно предлагать самое лучшее с того что у нас есть не обязательно что-то очень дорогое что-то очень редкая ну говорит цветок плод воду цветок сложно найти не сложно плод вода совсем не сложно если у нас есть возможности мы можем да готовить самое лучшее блюдо например в москве на джамашками предлагают тысячу сто восемь блюд рации схема сомбри преданные специально изучают рецепты что можно приготовить и кто-то может сто блюд приготовить да то есть много рецептов знает кто-то не так много салат какой-нибудь и все что-то готовят то есть вся община что-то готовит приносит предлагают 1108 блюд сколько вы на джамашками предлагаете корни таях блюд а? тысячу? нет двадцать двадцать? тут у вас больше людей если каждый хотя бы одно блюдо приготовит тут уже будет пятьдесят блюд а некоторые могут не одно блюдо приготовить можно много блюд приготовить в песеннике там есть баджаны там перечисляются даже бога арати называется баджаны там перечисляются чем кришну каждый день кормят ну основные блюда шва праупада нам дал рис дал сабджи пури самосы покори сладкий рис и так далее такие основные блюда лапжамуны расагулы и так далее кришна он сладкояшка любит сладости поэтому ему сотни видов сладости предлагают вот можно научиться готовить даджанмаштам еще есть время можно изучить пару рецептов что-то приготовить для кришны сделать ему подарок к неуявлению он будет очень счастлив что мы пришли не просто как поесть да а пришли что-то ему предложить какой-то подарок и цветы сейчас лето да много цветов можно приносить так чтобы все утопало на цветах те кто были во блиндауне видели там на одном алтаре около тысячи цветов в индии все время цветы свежие там еще преимущество что они еще пахнут недостаток наших цветов то что они не пахнут в индии там за километр иногда слышно как цветок пахнет то есть те цветы которые есть но мы можем их тоже предлагать или может выращивать цветы для кришны специально тут большая грядка можно посадить цветы предлагать божествам свежие ароматные цветы потому что в магазинах в основном все цветы без запаха их непонятно откуда привозят я один раз был в оранжере где выращивают эти розы их выращивают без земли там такие специальный раствор химический и корни туда опущены и такая вот канавка в которой эта жидкость течет и вот эти розы торчат гидропоника гидропоника мы когда в москве ну иногда просим у продавцов цветок чтобы там эти цветы опадают лепестки можете нам отдать и первый раз когда попросили они спросили а для кого вы берете мы объяснили только говорит детям не давайте нюхать им плохо может стать цветы называться форма осталась да цветок понюхаешь может плохо на одном молочном заводе я распространял книги ну и они там не взяли книги я говорю можете молочные продукты пожертвовать такая удивленная директор меня посмотрела вы что их будете кушать вы курицами не едим а то есть сейчас например есть такие заменители то есть вот написано творог продается в магазине а там нет вообще даже ничего от молочного продукта то есть чистое беспримесное фиге только ароматизатор а есть подумали что это творог материальный прогресс очень продвинулся ничего натурального практически невозможно попробовать поэтому преданные сейчас развивают фермы потому что скоро уже в магазине ничего вообще нельзя будет натурального купить химики настолько продвинулись китайцы сейчас искусственный лист выпускают вы уже его не отличите и они его на экспорт тоннами продают он из пластмассы делается выглядит точно так же также разбухает когда вы его отварите но это пластмасса там ничем его не отличишь то есть химики совершенствуются очень сильно то есть невозможно не отличить запах почему поэтому сейчас многие задумываются о том как же выжить условия для кришна мы можем выращивать овощи можем выращивать фрукты на то что здесь растет предлагать их господом будет очень счастлив цветы натуральная и кришна будет давать свою милость ну и также учить стихи что-то запоминать о кришне историю кришне пересказывать другим то есть процесс бахти йоги очень простой господь читания учитывая квалификацию жителей кали йоги он дал самый простой процесс петь танцевать и пировать не сложный процесс потому есть смысл воспользоваться этой возможностью может быть есть какие то вопросы ну хорошо вот сейчас в социальных сетях часто выкладывают вот этих так называемый проповедник Нарайана Махарадж и его ученики то есть незаметно они так как это то есть опровергают там ситуацию то что нам проповедует провапада и свою точку зрения выкладывают как нам найти правильный список вот этих махараджи чтобы просто она просто действительно читаешь 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 вроде все нормально потом раз он говорит а вот вроде бы в эсконе так говорят а это так говорит сразу так как будто тебя отталкивают в сторону да и думаешь ну как же я на это мог нарваться то есть какие же статьи идут то есть что это не читать ничего не вставляют пока еще никто не догадался что сюда можно что-то вставить ну там такая все же как бы то ни было где то иногда проповедь проходит все равно то есть и нормальная проповедь где то есть там в социальных сетях много кармий сидят то есть люди сейчас в гаджетах это своего рода тоже можно где то что-то четыре главных наставления шлопопада называется Синьор Кутищару Свами он сейчас вот на этой неделе проводил его в Сочи первое никогда не уходите из искон шлопопада это преданное высочайшего уровня в шастрах описываются критерии как это убедиться в этом то что видя такого человека слушая его люди начинают очень быстро возвышаться их сознание начинает возвышаться поэтому шлопопада он по всем критериям это преданное высочайшего уровня и он дал все что необходимо для духовного развития и чтобы это знание распространилось он сделал эту организацию международное общество сознание Кришна и искон которые распространяют это знание по всему миру и миллионы людей становятся преданными поэтому это одно из важнейших наставлений шлопопады никогда не уходить из искон тут все есть что нам необходимо для духовного развития одной бхагавадгиты достаточно чтобы полностью осознать Бога сегодня утром я как раз рассказывал эту историю по Падасевану Девидасе из города Баку слышали да они? да да с бхагавадгитой в руке обхватив лотосные стопы Кришны она оставила этот мир сотни закладок у нее было бхагавадгиты одной этой книги ей хватило она больше ничего не искала никаких дополнений исправления поэтому тут все есть если мы будем это применять на практике то нас просто ничего другое больше не будет интересовать если они такие продвинутые то почему они преданных берут из искон сами почему не могут сделать ни одного предного Кришна Шакти Виданаги Тараправартан как говорится в читании Чаритамид если тот кто не наделен Кришна Шакти он не сможет проповедовать сколько бы он красивых слов не говорил нету полномочий Кришна дал эти полномочия Шире Прабхупаде что Прабхупада передал эти полномочия своим ученикам его ученики передают это нам можно взять и проповедовать дальше все 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 же что такое что означает лотос на стопы Кришна лотос на стопы Кришна вот они отсюда видно а почему именно лотос на подобное лотосом потому что много частей тела Кришны сравнивают с лотосами лотосные глаза лотосные стопы там 20 частей тела точно не помню количество сравнивают с лотосами потому что лотос это в материальном мире это как образ совершенства определенный образ совершенства потому что ничего красивее лотоса в природе не встречается видели лотос? да картинка в Волге вот растут там где она впадает в Каспийское море там целая плантация этих лотосов туда экскурсию возят показать людям потому что это удивительная коста лотосы по крайней мере по крайней мере эти лилии здесь растут это одна из разновидностей лотоса то есть богиня удача она в руке держит лилию одна из разновидностей лотоса а еще есть смысл того то что лотос он сам на воде они мягкие такие же как лепестки лотоса от них исходит удивительный аромат тот кто хотя бы раз почувствовал аромат исходящий от лотосов волосный стоп Кришна он уже никогда не забудет это стих Шимад Бхагат так говорится что тот кто хоть раз вкусил аромат волосный стоп Кришна никогда его не забудет много качеств напоминающих лотос точнее лотос по многим качествам нас напоминает лотос стоп Кришна стопы не материальные представляют как наши волосы не материальные да то есть их вот так не пощупиваешь ахахахах Спасибо. Еще какие есть вопросы? Можно? Да. Работаю по 8 часов в день. Буду обычно. Может, я уже не знаю. Кем вы работаете? Я нефтегаза работаю в административной части. И приезжая на такое родное предприятие, я помню, когда ты погружаешься в предное служение непосредственно, чувствуешь большую разницу между обычной жизнью и той, которая связана с Кришной. В чем эта разница? Получается, чувствуешь, что твоя работа 8-часовая она просто высасывает из тебя какие-то силы. Ну, все силы. И ничего не дает тебе взамен. Ну, вот такой есть эффект. И как правильно относиться к этому? Ну, понимаешь, что, находясь вот в таких условиях, то есть, когда проживаешь свою карму, Кришна, он же тебя таким образом очищает, то есть, ему не важно, чем ты занимаешься, то скоро ты меняешься. То есть, я, например, работаю в нефтегазетах, работа, ну, как бы, она разрушает планету, ну, вот, в общем, да, этот сектор экономики. И, ну, чувствуешь, что ты находишься не там, но в то же время, ну, вот, судя по тому, что говорит Батавадгита, что тебе там будет необходимо? Как к этому правильно относиться? Нужно работать для Кришны. То есть, если мы воспринимаем работу как тяжелый труд, то это тяжелый труд. Если мы выполняем эту работу для Кришны, жертвуем плоды своего труда Кришны, то Кришна принимает это. Можно, конечно, найти какую-то работу, которая более благочестивая, да? Если есть такая возможность, то, как правило, не сложно, то есть, нелегко найти такую работу, чтобы и себя поддерживать, и чтобы это было в радость, да? Не так легко. Обычно какие-то одаренные люди, да? Или, например, кто умеет что-то очень вкусное готовить, распространять, просад. Есть целые города, где преданные себя за счет распространения просада поддерживают. Например, Чебоксары. Там вся ядра делает пирожки. Никто нигде не работает. То есть, все делают пирожки, на рынок выходят, продают. Хватает денег, чтобы съездить на все фестивали. Не нужно ни у кого брать там отпуск, выходной. В Индию ездят чуть ли не каждый год. Просто пирожки продаются. У них в уставе прямо местного общества сознания Кришны написано распространение просада. Они там, если кто-то подходит на рынке из администрации, они говорят, вот у нас в уставе записаны, это наши. Уставная деятельность. Стоят, продают пирожки. Никто уже к ним не придирается. Уже они там лет, не знаю сколько, 15, наверное, эти пирожки продают. И всегда есть люди, которые кушают пирожки. То есть, не так, что они там целый день стоят, один пирожок продали. Они там их тоннами продают. Это, конечно, тяжелый труд. Это не то, что в офисе работать. Пусть там за плитой, если 8 часов постоить, это может и не захочется. Тяжелый очень труд. Но зато какая-то радость есть, потому что ты делаешь просад, предлагаешь, то есть, делаешь замечательную благостную пищу, предлагаешь это Кришне. Кришна очень счастлив принимать такую пищу. И потом распространяешь другими. И у людей еще, они кушают просад, они под них потом вопросы возникают. Они приходят. А может у вас что-то почитать еще есть? Потому что просад-то это же необычная пища. Человек ест, ест, и что-то у него начинает какое-то просветление, какие-то мысли начинают появляться. Некоторые так привязываются к просаду. Если они в какой-то день, если не приходят, они потом на следующий день такие трясущиеся прибегают. Где вы были? Где вы были? Может телефон дадите, а если у вас не будет, в какой-то день я сам приду. То есть некоторые очень сильно привязываются к просаду. Вообще уже жить не могут без него. Там одна девочка привязалась к просаду. Мама ей говорит, может ты сама тебе приготовь? Нет, ты не умеешь готовить, пойдем возьмем этот пирожок. Маме приходится ходить все время покупать там просаду. Потому что все не хочет есть то, что она готовит. У нас тоже есть пища жизни. Да, пища жизни. Есть пища жизни, да, тоже замечательная программа. То есть распространение просада очень хорошее. Служение и работа замечательная для того, чтобы поддерживать себя, давать другим милость. В некоторых городах прядные целые заводы организовали, там торты делают, пирожные, мороженое, не знаю, что только они делают. В одном городе все хлебзаводы закрылись из-за этого цеха тортового, потому что перестали покупать другие торты. Люди приходят в магазин и говорят, вот там, где Харе Кришна, написано мне вот это дайте. У них прям там зарегистрирована Харе Кришна, пища жизни, так у них называется этот тортовый цех. И люди уже другие перестали брать, там закрылся хлеб. Один хлеб завод, потом другой. Распространение просады – вот такая замечательная вещь. можно цех сделать, магазин сделать, то есть продавать, просад. И преданные могут вместе работать, гораздо веселее, да, с преданными вместе работать. Может быть не такой легкий труд, да, за плитой, но зато вместе с преданными не нужно выслушивать какую-то проджалку все время, какие-то странные разговоры. То есть есть варианты, как можно избежать такой работы. или некоторые преданные берут такую работу, чтобы им не нужно было вместе с какими-то другими людьми работать, там курьер, например, или еще что-то такое, то есть привести и так далее. То есть более свободным каким-то графиком. или многие преданные охранниками работают, там они за сутки успевают прочитать один том, Шимат Бхагават, пока там охраняют, там нечего охранять, просто сидят и читают. Ну, то есть есть разные варианты. Ну, если Кришна дал такую работу, то можно эту работу для него выполнять тоже хорошо, какие-то плоды своего труда жертвовать. То есть построить гран, открыть какой-то вот такой центр, да, где могли бы бедные собираться. То есть использовать свои доходы для того, чтобы как-то помочь людям получить милость Кришну. То есть если мы на что-то тратим свои деньги, мы же об этом думаем, да, куда потратим. Если мы для Кришны тратим деньги, мы будем думать о Кришне. Если мы на какие-то материальные вещи тратим деньги, мы будем думать об этих вещах. То есть принцип очень простой. Если мы что-то очень ценное купили, да, мы об этом думаем все время. А если мы что-то купили для Кришны, мы же тоже будем об этом думать. Ну, будем думать о Кришне получается. Поэтому, вот, Бхагавадгита мы этот стих прочитали, что... Работай, но думай обо мне, делай это для меня. То есть мы можем, да, оставаться на том же месте, где мы есть, но делать это для Кришны. Шрапрупада в другом комментарии пишет. Предный может работать на обычном заводе, но он не считает себя частью этого завода. Он просто делает это для Кришны. Здесь погромните, такой комментарий есть. То есть предные работают в самых разных местах. Один предный он работал в Генеральном штабе Вооруженных сил Советского Союза. Еще тогда был 90-й год. Был там подполковником. Ну, и уже повторял 16 кругов. Ну, и начал сослужиться, рассказывать о том. Начальнику политуправления начал рассказывать. И так его вдохновил. Тот говорит ему, может, мы тебе самолет дадим? Будешь летать, рассказывать о Кришне. Такой очень вдохновленный предный. У него знакомый врач есть. Он иногда ему говорит, можешь дать мне свой халат? Я вместо тебя на приеме посижу. Он говорит, ну, давай. Одевает халат, так заходит пациент. Он говорит, так, присаживайтесь, рассказывайте, какие проблемы. И человек начинает рассказывать, вот тут болит, здесь болит. Он говорит, так, мясо кушаете? Да. Чай, кофе, азартные игры, интоксикации. Ну, все ясно. Вот. Вот вам книга. Можно прочитать эту книгу. Ну, и за один прием, где-то книг 20, он распространяет мантру. Он такой очень уверенный. Он отвечает за фестиваль, за то, чтобы зарегистрировать фестиваль Садхусанга. Там всегда проблема, чтобы зарегистрировать фестиваль. Он приезжает в администрацию Краснодарского края. Говорит, так, у него это удостоверение, там, директор, программа «Пища жизни». У нас будет слет с программы «Пища жизни», приедут добровольцы. Сколько приедет? Ну, тысяч семь. Будет фестиваль. Ну, ему там все подписывают. Никто другой что-то не может документы подписать в администрацию. Всегда его посылают. У каждого есть какие-то способности, таланты. Можно их использовать в служении Кришне. Один преданный он клоуном был до сознания Кришны. И начал книги распространять, одел эти клоунские ботинки такие, нос. Вышел, начал там что-то показывать, народ собрался. Всем по книжке раздал, собрал пожертвования. У каждого есть какой-то талант, способность. В Америке сейчас вот основной способ распространения книг – это столики. То есть столик поставил, книги разложил, и стоишь, молишься, Кришна, прошли искренние души. И приходят. Например, вот Джадь Шитания Прабу, он занял в прошлом году одно из первых мест по миру. Он со столика продал 60 тысяч книг за год. У него большая вывеска. Нет вывески – нет бизнеса. Это знаменитое правило. У него большая вывеска, написано большими буквами. Книги о йоге, медитации, философии. И народ уже издалека видит и сами подтягиваются. И ни одного человека без комплекта он не отпускает. Минимум 6 книг. В Ютубе есть его видео, как он распространяет. Очень такая живая картина. 60 тысяч книг за год. В день сколько? Больше 100? В день, да, больше 100. 200 книг в день. В Нью-Йорке? Лос-Анджелес. 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 Ну, иногда ездят и в другие города. Разные есть способы, да. Вот такой хороший способ. Не нужно никуда бегать, никого ловить тут. Причем у вас есть, по закону здесь официально разрешено в торговых центрах открывать точки и распространять религиозную литературу. Прямо в законе прописано. Вот. Можно открыть точку и по очереди стоять там по 2-3 часа, у кого сколько времени есть. Вот. Вот. Хорошее служение. В Караганде они вот где-то года 2 назад такую точку открыли и за первые 6 месяцев 4 новых преданных присоединилась и за ту точку они приходили и такие, где вы? Столько времени были. Мы уже давно читаем книги. Куда можно прийти? То есть есть много людей, которые ищут книги, ищут прятных и не знают где их найти. Ничего не написано на этом, давно такого, чтобы узнать, что здесь прятные. Поэтому не могут найти вас, разыскивают. Я в Тамбове тоже приезжал прятным, они попросили там несколько лекций прочитать. И на программу пришел человек, оказался директор местных электросетей. Три года искал прятных. Там всем своим знакомым со всех разных заведений там, где Кришна это, найдите мне. Он уже прочитал все книги. Три года искал, нашел друга прятных. Тот помог ему найти прятных. Такой счастливый. Разыскал. В 90-е годы на каждом перекрестке можно было Кришнаитов встретить. Все думали, как их избежать. Потому что куда не пойдешь, везде Кришнаит стоит. А сейчас ищут, не могут найти где. Поэтому нужно хоть одну точку открыть, чтобы знали, вот здесь стоят Кришновиты. Потому что многие люди читают книги, у них вопросы есть. Они думают, там написано предаться. А как это предаться? Что это такое? Хочу предаться. Хочу предаться. Поэтому нужно помочь людям, чтобы была у них доступна информация. дать местную газету объявление. Кто не может жить в 100 кришне, обращайтесь. Вот точка находится в таком торговом центре. Один предный, он читая Ничан Ричанам Прабу, у него несколько лекций, которые он для новых людей дает. Карма там, еще что-то. Он их на память запомнил. И тоже повторяет эти лекции, дает это в Калининграде. У него небольшой магазинчик, он там все-таки какие-то аюрведические товары продает. Мыло аюрведическое, еще что-то там, с чаван пранш продает. И дает объявление в газету вот в пятницу в 18.00. Вот по этому адресу в этом торговом центре будет лекция. Называется там тема Карма. Иногда по 30 человек приходят, новых людей. Он читает лекцию, в конце говорит, у нас такая традиция, а мы в конце повторяем мантру. Всем раздает четкий, дает бумажку с мантры. Говорит, вот так повторяют. Говорит, из 30 человек 2-3 отказываются. Остальные повторяют мантры. Говорит, кому понравилось, можете приобрести четкие книги. Покупают книги, берут четкие, пренными становятся. Раз в неделю, два часа вот у него такое вот служение. И уже около десятков новых предных появилось за несколько лет. Вот он проводит эту программу. Разная тема. Вот из тех лекций, которые Читая начинает, он запомнил их на память. Просто повторяет. Есть разные способы. В Китае в основном через йогу. Через каждые 150 метров клуб йоги. И тем, кто начинает уже продвигаться. Обычно, когда человек упорядочивает свою жизнь, у него начинают какие-то мысли появляться. Что, наверное, что-то еще должно быть. Такое в написанном виде там. Вот. Что-то еще должно быть, помимо упражнений. И начинают задавать вопросы. А там многие предные, вот они, как инструкторы. Работают по йоге. И предные говорят, по секрету дам тебе мантру, никому не сообщай. Секретная мантра. И дают им Харе Кришна мантру. Ну, сейчас уже можно более открыто. То есть, называется мантра йога. То есть, собирается зал тысячу человек и все поют Харе Кришна. То есть, религиозная проповедь запрещена, а йога, пожалуйста. Ну, и программа называется мантра йога. Все собираются, поют Харе Кришна. То есть, в разных местах это разная форма приобретается. Ну, предные вот находят себе работу. Люди большие деньги платят за занятия йогой. Особенно, если видят, что хороший специалист так много дает. То есть, они готовы много платить. И предные работают. И заодно рассказывают людям о Кришне. Приобщают их к предным услужениям. Кулинарные курсы очень большим спросом пользуются. Я знаю много предных. Мададжи, которые, единственное, чем они зарабатывают, те, что дают объявление, что вот вегетарианские кулинарные курсы, записывается огромное количество людей, платят хорошие деньги. Хватает им на фестивали, на Индию хватает. На все хватает. Просто кулинарные курсы. Сейчас это большим спросом пользуются. Потому что много людей хочет стать вегетарианцами. Но кроме капусты они больше других вегетарианских блюд не знают. Поэтому они с радостью идут на обучение. Многие из них потом преднами становятся. Потому что они видят, что этот человек кроме кулинарных рецептов еще что-то знает. Какой-то необычный человек обучает их кулинарному искусству. Они начинают еще раз спрашивать. Ну и прятные, не будет же молчать, рассказывать, что вот есть, да, еще бхагавадгита. Есть хай-кришна бандра. Какая-то красавица твоя милка искусств другой, нежели вегетарианский. Просто вегетарианский. Да. У меня отец тоже вот прочитал книгу «Ведическое кулинарное искусство. Стал вегетарианцем». Хотя он меня пять лет убеждал, что я умру из-за того, что я стал вегетарианцем. Потом сам тоже стал вегетарианцем и стал распространять эту книгу своим знакомым. Отношения с родными. Если родные не принимают, то будут против. Дети считают себя агностиками. И меня считают религиозной фанатичкой. Ну, из-за уважения они просадку принимают. Это где-то уже четыре года продолжается. Стоит ли мне надеяться на то, что в итоге они станут преданными? Не веру ли я на свесточки большие полномочия? И как проповедовать? Родственников обычно никто не слушает. Меня отец никогда не слушал. Я, когда ему было 60 лет, я пригласил самого лучшего повара в том городе, где я родился. Потому что сам я кроме гречки и супа больше ничего не умею готовить. На Санкирте они обычно больше ничего не готовят. Супы гречки. И пришлось его пригласить, потому что гречка их бы не сильно впечатлила. И приготовили 20 блюд. И там знаменитые повара, которые торты делают. Таких тортов больше нигде не делают. И сделали два очень таких красивых и потрясающих торта. 20 блюд. И родственники пришли. Мяса нету. Водки нету. Такие так странно поглядывали. Ну присели. Начали кушать. И когда все уже наелись, такие довольные, все откинулись. О, ну так можно быть вегетарианцами. И начали этого повара преданного расспрашивать. На меня никто вообще внимания не обращал. Что с родственника возьмешь? Все и так знают. Такое. А его целый час расспрашивали. А потом всем по книжке дал. То есть родственников обычно не слушают. Поэтому можно кого-то другого приглашать в гости, чтобы он рассказывал. Особенно если это какой-то известный человек. И он рассказывает, да? Люди верят, да? Святослав Ещенко, да? Такое говорить, значит, да? Это правда. Знаменитый юморист, да? Да. Ученик Мукунды Игосвами свасти Праба. Ему все доверяют, да? Люди слушают, да? Открыт рот. Говорит то же самое, да? Что и другие пятны. Его слушают, уважают. Ну, по крайней мере, хорошо, что они просад кушают. Потому что многие родственники, они даже просад не хотят кушать. А, ты там колдуешь, да? А, не бойся. А, не бойся. А, не дышать. Что ты говоришь? Ты можешь спросить, чего они это считают, что колдует? Это из страха происходит? Или из преднеизвестного? Ну, они не понимают, что там происходит, чего, куда он там понес, что он там бормочет там или это. Непонятно, что это такое, да. Говорит, чтобы не трогали, пока он там не пробормочет что-то. Конечно, для людей это странно. Подождите. Да. Людям это странно. Ну, и там священник тоже говорил, что там не кушайте. Идоложертвенная пища. Недавно было в министерстве, я не знаю, как это министерство называется, вот куда вся благотворительность относится. Было совещание. И вызвали тоже руководителя пищи жизни. И пришел батюшка. Там началось совещание. Батюшка говорит, тут у нас здесь остался один сектант. И так показывает, да? На Нирбалканте праба. Они, говорит, распространяют идоложертвенную пищу. Ну, и так все послушали, и замминистра говорит, батюшка, вот мы все с вами взрослые люди, вы можете нам объяснить, что такое идоложертвенная пища? Кто-то так начал дергаться, там пыхтеть, пыхтеть и убежал. Ну, и этот замминистра говорит, говорит, вы, говорит, единственное, кто по-настоящему занимается благотворительностью, говорит. Поэтому здорово. Продолжайте. То есть люди видят, да, что все остальные просто воруют под видом благотворительности и себе в карман кладут деньги. Единственное, кто занимается благотворительностью, это предные. Ну, поддерживают. Он говорит, мне министр сказал, чтобы я вас поддержал, говорит. Там этот батюшка уже тридцатый раз писает жалобу. Мы должны ее рассмотреть, поэтому мы собрали-собрали. То есть там много всего пишут. Однажды в центральной газете, я не помню какая газета, в Москве опубликовали, что тоже батюшки, что кришнаиты, они в пищу наркотики подмешивают. И на воскресную программу очередь стояла от выхода из метро, чтобы попробовать. Попробовать. Никогда столько людей не приходило. Чего только они не говорят, да. Поэтому некоторые люди боятся, да. Некоторые боятся. Столько разных слухов. Очень часто люди спрашивают, когда книги распространяют, а правда, что вы детей в жертву приносите? Вот такие слухи бывают. В одном магазине, я помню, еще было начало 90-х годов, мы прям в тхоте ходили. Многие думали, что мы инопланетяне, на полном синьезе. Через какое-то время я начал подтверждать данные. Планеты коровка, уголока называется. И в одном магазине они взяли все по комплекту, человек 25. Сначала директор взял, потом заместители, потом продавцы, уборщицы, грузчики. Все уже сидят с комплектами. И я говорю, ну, вроде все взяли, мы уходим. А можно вопрос? Я говорю, да. Правда, что деньги, которые мы вам пожертвовали, идут на вооружение буддистов? Такие только слухи. Не ходят, поэтому люди боятся. Думают, там, на вооружение куда-то деньги идут. Детей в жертву приносят. Человека не сочиняют. Однажды в Самаре Матаджа оставила тело, а там нету крематория. Преданные пошли в администрацию города и получили на разрешение самостоятельно провести кремацию. И для этого выбрали остров. Там на Волге большие острова. И они решили там на Волге сделать большой костер. И там много рыбаков было. И подъезжает такой катер, выносят тело, развозят большой костер. И рыбаки смотрели, смотрели, смотрят, куда это тело кло. Они все рассыпнули. Поэтому потом иногда слухи возникают. И люди боятся, не знают, что и подумать. Потому что из первых рук у них нет никакой информации. Приятные редко встречаются. В основном кто-то другой рассказывает, кто где-то там когда-то услышал. Поэтому люди боятся. Поэтому нужно, чтобы была какая-то официальная точка, когда люди могут прийти, пообщаться, задать вопросы, взять книги. Должно быть такое место. И тогда у людей, им легко будет получить правильную информацию. Гораздо меньше слуха будет. Все будут знать вот здесь. Стоят, конечно, это уже десятый год. Все авторитетно. И на многих людей это действует, когда вот они видят уже один год, второй, третий, десятый. На том же месте. Значит, наверное, что-то у них есть. И тогда они уже спустя 10-20 лет подходят и говорят, наверное, что-то тут есть. Я вот тебе 20-й год, тебя тут уже вижу. Давай я возьму. А так вот с первого раза мы подошли, там что-то рассказывайте. Люди не всегда вдохновляются, да? Присматриваются, да? Кто-то, кто уже такой почище, да? Они иногда сразу берут, да? Только протягиваешь книгу, да? Сколько стоит, сразу берут. А кому-то нужно вот лет 20 бывает походить, то опять стоят. Требуется время. Кому-то нужно очень много просада скушать. В Швеции там у них ресторан и с другой стороны храм. Некоторые люди уже лет 10 ходят в ресторан и не знают, что там с другой стороны храм находится. Ну, едят просад. Девят просад. Потом через какое-то время удивленно узнают. А там, оказывается, у вас с той стороны храм есть? И у них там в ресторане неограниченное количество добавки дается. Там есть некоторые люди, они 3-4 дня постятся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чтобы побольше съесть за ту же плату. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С собой там нельзя брать, а вот сколько съешь, можешь съесть. Ха-ха-ха-ха-ха. Такое правило. Прасад очень большой силой обладает, особенно если мы его готовим с глубокой медитацией для удовлетворения Кришны. Когда Кришна удовлетворен, все, кто вкушает этот прасад, получают благословение. Если мы готовим, потому что нужно срочно покушать, просто быстрее приготовить, так быстро Кришна покушает, так не очень много блага, это лучше, чем просто самому кушать. Хотя показать Кришне, Кришна нам поет. Это лучше, чем ничего. По крайней мере, есть уже понимание, что первым должен, конечно, покушать. Но если мы готовим в правильной медитации, то очень большой силой будет обладать прасад. То есть, когда первые преданные готовили, их же преследовали там, тюрьмы сажали. И у них была очень глубокая медитация во время джапы, во время приготовления прасады. Люди пробовали простую гречку, у них никаких рецептов не было, они борщ и гречку готовили. Люди пробовали гречку и спрашивали, а что это такое? Они не могли поверить, что это гречка. Очень большой сегодня был прасад, книги. То есть, все, что люди принимают, мы должны им дать. Если они не готовы что-то принять, не нужно торопиться и очистятся, придет время. То есть, тот, кто вкушает прасад, он приобретает огромный запас духовного благочестия и в следующей жизни он будет уже продвигаться дальше. Если он в этой жизни не пришел, то Кришна обязательно даст ему шанс в следующей жизни. А если кто-то купил книгу, то даже невозможно это измерить, то есть, он сделал уже пожертвование для служения Кришне. То есть, в следующей жизни он очень быстро придет к сознанию Кришне. То есть, у него будет уже на следующую, и в этой жизни у него, возможно, нет никакого запаса из прошлой жизни, поэтому он не может, вот сейчас у него нету, ничего нету, на счету, так сказать, не может присоединиться. Но в следующей жизни он очень легко присоединиться, у него уже там такой запас, который человек за миллион жизней в благочестивой деятельности не заработает, просто из-за того, что он одну книгу взял, сделал пожертвование. То есть, в следующем поколении будет очень много людей присоединяться, потому что уже будут рождаться души, которые имеют огромный запас бхакти и сукрити. они будут воплощаться, и даже то место, где просто стоят эти книги, там уже рождаются необычные души. Есть история, вот с Дайваном Прабул мы ходили по квартирам в Подмосковье, распространяли книги, и он зашел в одну квартиру, открыли молодая семья, муж с женой, они так посмотрели книгу, говорит, да, возьмем. Он говорит, а для кого возьмете? Он говорит, для дочери. Сколько ей лет? Говорит, шесть месяцев. Он так очень удивился. Рожа говорит, читать-то еще не умеет. Да, говорит, сейчас расскажем историю. У нас была бабушка, она, говорит, купила книгу, потом умерла. И у нас родилась вот девочка, и говорит, уже как только она научилась ползать, она подползла и сразу взяла эту книгу с полки и начала смотреть картинки, говорит. И вот все время она, говорит, чуть начинает там плакать, мы даем эту книжку, она смотрит картинки и сразу успокаивается. Поэтому мы, говорит, для нее возьмем. То есть очень необычные души воплощаются в том месте, где уже есть книги. А в следующем поколении еще более необычные души будут, потому что у них уже там какой-то запас. Им легко будет присоединиться, потому что заработали уже. Ну и вопрос, а если вот такие души, но так как вот не поддерживать это знание или это, то они могут дальше у себя? Да, то есть внешняя обстановка тоже влияет на человека. Какое он общение получает. То есть Бхамасура, он был сыном Кришны, но из-за того, что он получил общение, он стал демоном. Да. 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 Можно ли что? Могут, ну, вероятно, общаться с другими, вероятно, вероятно, в них будет комплекс. Будут и приятные, как смотреть, ущербы, которые… Как с ними общаются? Предные со всеми общаются? Да. Вы же по улицам ходите? Дружить, да. Или вы это, закрываетесь? Приходится с кем-то общаться, да. Не все еще по улицам еще не все предные ходят. Приходится с другими, да, тоже общаться. Спрашивают, дружить и мужик? Дружить? Ну, предный он друг всех живых существ, не только людей. С каждым стараются поделиться просадом, поделиться просадом, дать какое-то знание, то есть предные они, то есть любую возможность используют, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с предным служением. Скажите, а если вот книги не за пожертвование взяты, а вот, ну, по почте купили, они как… Ну, вы же заплатили за них? Заплатили. Ну, да. Это огромный дает запас благочестия, да, когда человек что-то дает для служения Кришне. Огромный запас благочестия. Поэтому предные всегда просят сделать какое-то пожертвование. Мы могли бы и бесплатно, да, эти книги расставать. Тогда у людей бы ничего не появилось, да. А так они приобретают запас благочестия, который, во-первых, помогает им понять эти книги, потому что эти книги невозможно понять, не имея бхакти-сукрити. Когда человек дает пожертвование, он уже приобретает это бхакти-сукрити, он уже что-то может понять. Не все еще, может быть. Я могу почитать книги, которые отец мой купил, да? Конечно. Некоторые книги сотни людей прочитали, особенно при Советском Союзе, когда все это было запрещено. То есть одна книга, она около ста раз. Как только появлялась книга, там сразу у предных была очередь. Они записывались в очередь. Они разрывали ее на главы, чтобы сразу могло несколько человек читать. Один читал первую главу, другой – вторую, третий – третью. Потом менялись. Не было просто книг. Выхода не было. Читать, конечно, не только можно, но и нужно, да, читать. Если к вам пришли эти книги, то есть их нужно читать, изучать, задавать вопросы, практиковать. Ну и готовить, готовить пищу, предлагать ее Кришне, чтобы это получился просад. Нужно предлагать это Господу. Вы уже предлагаете пищу, да, Господу? Только воду. Только воду пока, да? Ну, вот, купите новую кастрюльку, специально для Кришны, в которой не готовилось ничего невегетрианского, и в ней готовьте, предлагайте Кришне. Вот. Здесь много опытных преданных. Они могут вам подробно рассказать, как это делается. И вы почувствуете очень необычное ощущение, когда вы эту пищу будете вкушать. Она имеет совсем другое качество, имеется. Хотя те же продукты, но совершенно другое качество. И те, кто давно уже предлагают пищу Кришне, они знают, что когда несешь ее, несешь ее предлагать Кришне, такого сильного запаха нет. Когда снимаешь салтарят, такое иногда благоухание, как будто там вообще что-то другое уже на поддосе стоит. Не то, что вы положили. Очень необычное явление происходит. Так что попробуйте. А вот можно у вас? Да. Не пора еще восстановиться? Таковое расписание. А? И последний вопрос. Вот когда книги выкупают, и бесплатно раздают, как вы на это смотрите? Бесплатное распространение книг? Ну, бывают такие ситуации, когда дарят кому-то. Да, то есть у человека, по крайней мере, шанс появляется заглянуть в книгу. Какой-то шанс дается ему. В Омске у них напротив храма живой алкоголик прямо через дорогу. И у пленных в начале 90-х годов появилась первая машина – Запорожец. Запорожец. Но у них во дворе не было места, чтобы ставить машину. А у него было место. Они пришли к нему и сказали, можно у тебя машину будем ставить? Сколько-то без проблем, место есть ставьте. Где-то пару лет они там у него ставили. Потом свой участок появился, они уже перестали у него ставить. Прошло еще лет десять. Как-то встречают соседку. Говорит, вот муж умер. Говорит, когда умирал, говорит, вас свал, говорит. Так предный удивился, говорит, а как он свал? Говорит, да вот как вы все время поете, Харе Кришна, Харе Кришна. Просто небольшое служение сделал, какое-то время ставили у него машину. Поэтому это невозможно оценить, какой-то эффект имеет, когда люди какое-то служение даже небольшое для Кришны делают. Пора остановиться, да? Потому что там еще парасад планируется, да? А, спектакль еще? Книги есть для воспространения. Насколько объявлений. Хотелось, в первую очередь, поблагодарить Махарашу, что дали такое общение. Мы два дня слушали и преданные очень вдохновлены. Спасибо, мы всегда вас ждем. Приезжайте к нам. Давайте поблагодарим Махарашу. Нитайгору Примананды. Нарио! 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 Также хотелось поблагодарить преданных, которые приехали из других городов. Это Атравский преданных. Они тоже два дня служили, приготовили, убирались. Давайте тоже поблагодарим их. Нитайгору Примананды. Нарио! 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 Также вот с Уральска приехали. Тоже давайте поблагодарим. Нарио! 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 И хотели также... Масло, которое мы налисим Хадева, мы варим можно будет потом помазать. Нарио! 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 Угу. Так же у нас сейчас... Спектакль, да? Сейчас здесь Спектакль. И... Потом Киртн... И в адмагмун, да. Чтобы распространяли... Практика после... Это выкупленные, да? Да, выкупленные книги. Выкупленные книги можете подарить своим друзьям, родственникам. Можно взять, да? Сидите преданными, да? Подходите, берите книжки. Книги, выходите, не берите. У меня есть межспространение. Все, желающие. Каждый, подходите и берите. Кого еще? Спасибо. 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 Нет? Я вчера сделал. Ааа. Ааа. Еще раз. Ааа. Ааа. Еще раз. Аааа. Ааа. Благодарю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...